Сегодня казачество в нашем крае вновь набирает силу, объединяя все поколения. Большое внимание в Славянском районе уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи. В духе казачьих традиций воспитывают детей наставники. На прошлой неделе прошел большой казачий праздник в школе номер 46 хутора Нищедимовского. Эту строевую песню о казачьем знамени знает каждый ученик 46-й школы, от первоклассника до выпускника. Ведь эта песня стала гимном Казачьей Республики Искра, которая в этот день отметила свое 18-летие. За это время много, 18 будем говорить, выпусков вышло из этой уже казачьей школы. Многим она дала путевку в жизнь. И мне хотелось бы пожелать вам всем с гордостью, с честью нести это звание казачьей школы. Директор школы Галина Соляник рассказала гостям праздника об истории школы, которая с 2008 года официально носит статус казачьей. В 1998 году в школе на первом казачьем круге была провозглашена Казачья Республика. Был избран первый атаман республики. Классы стали именоваться куренями. Каждый курень сегодня возглавляет куряной атаман. Уже третий год атаманом Казачьей Республики Искра является Алина Дубко. Мы живем на родине казаков. Мы живем на Кубани. И наши прадеды, дедушки, они потомственные казаки. И мы должны чтить их традиции. Каждый ученик 46-й школы с гордостью говорит о том, что он учится именно в казачьей школе. Здесь свои традиции, свой уклад и устои. Они гордо называют себя наследниками былой казачьей славы. Еще издревле повелось, что именно в казачьих семьях вопросом патриотизма, любви к отечеству, готовности положить за него жизнь свою уделялось особенно большое внимание. Вот и казачья семья Республики Искра унаследовала эти традиции. После торжественной линейки ученики и гости школы были приглашены на казачью ярмарку и праздничный концерт, подготовленный ребятами. Надежда Калинина, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».